В далёкой стране «Потому что я очень тебя люблю», — сказала она. И купец уехал. Он долго путешествовал и заехал в Россию. А у нас-то зимы холодные, роза от морозов не завяла, а просто посинела. Когда кжельские мастера увидели эту необычную розу, очень удивились и захотели нарисовать её на своей посуде. Купец же вернулся домой и подарил жене красивую расписную посуду с синей розой. Так появилась кжель. Кжельскую розу можно изобразить не только на посуде, также можно перенести рисунок розы на красивое украшение ручной работы. Сегодня мы с вами научимся технике вязания жгута из бисера с рисунком кжельской розы. Прежде чем приступить к вязанию, нужно подобрать схему с рисунком. Схемы для вязания бисеринного жгута читаются сверху вниз. В схеме указано количество бисерин в круге. В данной схеме 18 бисерин в круге. Чтобы определиться с длиной изделия, нужно количество бисерин в круге умножить на ту длину, которую вы хотите получить. В основном это длина 45 сантиметров, если это колье на шее. мы умножаем 18 на 45. Получается 810. Значит, на нитку мы набираем 8 метров 10 сантиметров. Материалы, которые нам понадобятся для набора бисера. Иголка с большим ушком и обычная швейная нитка, небольшой кусочек. Вот иголочка. Нитка ХБ, я использую канарис, снежинку можно, можно кружевницу. Бисер трех цветов, желательно чешский, он более ровный, белый, синий или голубой и совсем немножко серого. Материалы, которые нам понадобятся для вязания жгута. Крючок 0,5 миллиметра, баночка для клубочка нашего и магнитная застежка и способ вязания жгута столбиком. Предварительно бисер на нитку, я уже набрала. Итак, приступим к нашему вязанию. Нам нужно сделать одну петельку, колечко. Теперь мы набираем то количество воздушных петель, которое у нас дано в схеме. у нас 18, набираем 18 петелек. Получается вот такая цепочка. После того, как мы сделали цепочку из воздушных петель, мы ее должны закрепить, соединить в колечко. Соединяем так же, захвать ниточки и поднаприваем. Вот у нас получился вот такое колечко. Теперь нужно быть очень внимательным и считать то количество, которое мы должны набрать. Сначала мы вяжем пока без бисера. Крючок вводим в верхнюю часть цепочки. приподняли, ниточку схватили и через две петельки у нас получилась одна. При этом просчитывайте количество петель. вот мы с вами связали вот такое небольшое колечко у нас получилось. Теперь считаем количество бисерин. У нас 18. Отсчитываем 18 бисерин. 18. Подвигаем ближе сюда крючков петельки. Одну подвинули, остальные пока в стороночку. Крючок вводим под звено цепочки. Захватываем нить. Получилось две. И соединяем их в одну. Чтобы у нас бисер был за крючком. То же самое, следующая петелька. Опять под следующую звено цепочки. Подвинули, захватили и провязали. И вот так по кругу. Все 18 петель. Вот у нас с вами получилось вот такое колечко. Это третий ряд всего лишь. Держать не совсем удобно изделие. Туда ближе ряд пятый. У нас будет виден рисунок. И держать уже будет более удобно. Вот такая красота у нас с вами получилась. Творите с удовольствием. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова